Раз, два, три! Это и мое детство, и детство вот сейчас, то, что поколение, и чтобы не забывалась вот наша история, русские сказки, басни. Это когда процесс работы шел, естественно, было интересно то, что вспоминал вот именно детство. Красноярский скульптор уже известен Абаканцам по памятникам Пушкину, Катанову, Петру и Февронии, Маленькому Принцу, Айболиту и другим. На героев Некрасова и Крылова у архитектора ушел целый год, ведь искусство не терпит суеты. Все скульптуры в новом парке находятся в открытом доступе, чтобы дети могли их не только потрогать, но и даже посидеть в лодке. Ну что, дедушка, поплыли? Местная детвора уже успела оценить по достоинству старания мастера. Скульптуры сделали очень хорошие, особенно дед Мазай и Зайцы. Он такой релистичный, что можно прямо вспомнить по иллюстрациям, что это он. Только жаль, что он не был раскрашен. Скульптуры нужны, ну, чтобы они украшали улицы. Еще, чтобы можно было ходить сюда в лагерях, гулять тут, ездить на роликах. Еще можно сюда фонтан поставить. Фонтана здесь не планируется, но архитектурные формы – не последний штрих в сквере Некрылова. Осенью он превратится в зеленую зону. Здесь высадят деревья. Ольга Семенова, Руслан Шалгынов, РТС.